Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и у нас очередная серия по черепашкам ниндзя легенды Так, давайте-ка зайдем, нет, начнем с выполнения заданий, поднять уровень персонажа Так, давайте-ка сразимся вначале в боях, для этого мы будем с вами искать Так, у нас кто? Пульверизатор, да, ищется и, если я не ошибаюсь, Монда Гека Еще до сих пор мы на него не нашли полностью все ДНК Так что давайте посмотрим, так, пока вроде бы неплохо все идет Отлично, давайте еще три попыточки с вами попробуем прокрутить Так, ну смотрите-ка, сегодня, сегодня, как ни странно, по-моему должно быть хорошо Да, нормуль Так, четыре ДНК из шести попыток, это я считаю замечательным Давайте заберем реворд, так, поднять уровень персонажа и еще нам нужно будет сделать четыре боя Так, четыре боя как раз на Монда Гека Где он у нас? Где он притаился? Я знаю, что он где-то недалеко Вот он Девяносто три ДНК уже мы нашли Остается семь штучек и все будет у нас отлично Так, одно ДНК уже нашли Так, здесь минус Давай, не подведи Так, две Две ДНК из трех попыток, это я считаю замечательно Три ДНК, четыре И, ну да, четыре ДНК, но я считаю, что это очень тоже неплохой результат Так, ребята, забираем, забираем здесь реворд и поднимаем уровень персонажу Так, у нас сколько с вами? 11 тысяч мутагена, да? Значит, мы можем с вами пропать крысинного короля, я думаю, что, да? Давайте-ка мы, наверное, его поднимем Так, еще хватает, да? До 49 уровня, а то он у меня уж какой-то вообще ватненький Замечательно И сегодня мы переводим с вами в платиновый ранг персонажа Зек За него больше всего проголосовало Хотя на втором месте, ребята, у нас стоит Армагон Но чуть-чуть он не дотянул Поэтому давайте, ребята, будем его поднимать Он, в принципе, это заслужил Это один из первых персонажей, который у меня появился И вот он стал платиновым Я его, короче, ребят, поздравляю И вас также, и всех, кто за него голосовал Ну что же, давайте мы, наверное, с вами заберем реворд и отправимся на арену Первым делом мы поборемся на арене А потом пойдем, наверное, на испытания Так, посмотрим, где я нахожусь Лига Сегунов у меня, да? Ранг 54 Наверное, мы сегодня с вами до трех звездочек-то доберемся Это однозначно Но вначале нужно определиться, с кем будем драться Будем брать по минималке По уровню это у нас Висент Висенте Хм, ладно, пускай будет Висенте А может быть Висент просто-напросто Так, и здесь я вижу у него максимальный уровень 54 Это у кроликов Значит, нам нужно быть немножечко аккуратным Осторожным Я начну, наверное, вот так вот С Донателло Возьму нейтрализатора Возьму сюда Армагона Так, Змей Кавьюн Нам здесь, наверное, поможет И Рокзар Поехали, ребят Да, я не спорю Маленьких я не смогу сегодня отыграть Персонажей своих Но Нам, в принципе, это и не нужно Так, начну я, пожалуй, наверное, с Леонарда Нет Вначале мы возьмем провокацию Да А потом будем с вами бомбить именно Лео Так, массовая атака Замечательно Давай-ка, наверное, бомбанем Армагушей Шикарно Что я могу сказать тебе по этому поводу Так, а теперь мне желательно бы разбомбить кроликов Чтобы они не успели использовать свою супер-массовую атаку Давай-ка вот так вот бомбанем Шик и блеск Вообще замечательно Практически всех разбомбили Причем массовыми атаками И мы с вами продвигаемся далее Так, сейчас посмотрим, на какую мы На какую позицию приземлимся И это у нас 36-я Неплохо У нас еще, ребят, с вами 9 откатов Так что давайте, наверное, возьмем сейчас Даню Да, я не спорю У него покупка меньше всего Да, Реварда Но Зато он и легенький должен быть для нас Кирби Я что-то не хочу, честно говоря, брать Я думаю, что она свыльется Давай возьмем лучше Криса Брэдфорда Здесь для меня опасность представляет Леонардо, ребята Да-да-да Именно вот этот вот со своим прыжком Уж больно он сильно бомбит И, конечно же, нужно забомбить Пита Так, давайте, наверное, сначала массовые атаки применим, да И паутиночка пошла от Паукуса Шикарно Так Что нам лучше сделать? Я все-таки думаю, что бомбанем Пита Отлично Так, Лео не стал делать свою супер-атаку И это нам очень даже хорошо на руку пошло Все Отлично Идеальная победа И мы с вами продвигаемся дальше Сейчас посмотрим заодно На какую позицию мы с вами приземлимся Так, 36-я была И становится 17-я Скорее всего, да Лига Сегонов 3 звезды Нас будет ожидать Так, я здесь вижу Сашку У него два серебряных персонажа Это Донателло и Карайка Поэтому давайте, наверное, будем его разбирать Но вот единственная проблема Это в том, что у меня очень мало персонажей И я знаете, что хочу сделать? Ну, попробовать, по крайней мере Давайте, как обычно, нашу старую стратегию Возьмем Леонардо сюда И, наверное, Зека, да? Или не стоит Зека брать? Я думаю, что стоит В общем, сейчас бросим бомбочку Зекам Потом Леонардо сделает свою вратушку И я думаю, что они все упадут Если кто не упадет Мы, наверное, уже сможем Своими слабыми персонажами добить Давай проверим этот фокус Да, тут вполне все предсказуемо Может быть, Донателло выживет Может быть Нет Никто Все упали Ну что же А мы с вами продвигаемся И я думаю, что перейдем сейчас Все внутри звезды Ну-ка Да, ребята Мы перешли 96-я позиция То есть нам нужно еще с вами Сделать один бой Ну, может быть, два Два вряд ли, конечно, получится Хотя, если можно вот так вот взять Лео, да? Потом Бакстера Стокмана И, предположим Вот так Опасно Я ничего не говорю Опасно, ребята Хотя, знаете, что мы лучше сделаем Мы лучше откатим с вами зэка Потому что зэк делает замедление Замедление для врагов То есть они не смогут так быстро ходить, как в обычном режиме Ну, главное, чтобы на всех прокатило это дело Да, практически все под замедлением И мы с вами, я думаю, добиваем Леонарда Есть Шикарно Ну что же Давайте тогда еще последнюю битву с вами сделаем Как говорится, укрепим свои позиции И уже пойдем на испытание Так, какая нам сейчас достанется 77-я Слушай, ну если мы еще один бой с вами сделаем, да? А мы его обязательно сделаем И можем даже, наверное, себе позволить Хотел сказать, максимального персонажа взять А они все абсолютно одинаковые Ладно, давай возьмем Константина Раз, два, три Леонарда забираем И вот здесь уже, наверное, заберем Я думаю, что лучше я возьму Тигриного Когтя Чем Хана Хотя Хан мог бы нам тоже здесь сыграть Он понижает защиту И понижает атаку Так, вертушка Поехали Без эко, конечно, здесь как-то Кисленько Вот, началось Что ты? Ага, иммунитет на себе вешаешь, да? Ладно, мне, в принципе, это на руку Я возьму, ребят, провокацию на Рафаэля Чтобы никого тут больше он не задел И добиваем всех железноголовым Бумс Четенько все прошло Ну что, дорогие мои друзья Теперь идем с вами смело уже проходить испытание Так Позиция у нас какая? 60-е, да? 57-е даже Вообще замечательно У нас есть возможность, ребята, остаться Дойти до мастера и там остаться Соответственно, у нас будет много осколков, да? И золотых, и платиновых И быстрее мы с вами сможем потом прапать Кого? Наверное, Армагона уже в следующий раз, да? Но для него нужно накопить еще монетки У нас, кстати, что по монеткам? Давайте-ка глянем Так, монеток у нас 54 А нам нужна соточка То есть до Армагона нам еще как минимум два раза По 3 ДНК нужно найти Только после этого мы сможем его перевести Ладно Поехали тогда с вами на испыталочку Так, у нас с вами девичья сила и классическая бойня Ну, девичью силу, насколько я помню, мы с вами проходили по фулочке, да? Вот вся моя имбовая команда И мы с вами все этапы здесь проходили Так что давайте посмотрим, получится ли у нас на этот раз Ну, я думаю, что вот этой командой проходить девичью силу Это проще парень на репы Ну, все хаи Кстати, я Микеланджело перевел в 80 уровень Как вы видите Так, ну что, тут все пока на изи Никакого сопротивления здесь не будет Какие-то детские волны, на самом деле Ну, правильно, 12 уровень О чем тут можно говорить Ладно, пускай мои черепашки пока разомнутся, да? Перед тяжелыми боями Им это пойдет только на пользу Ну что же, как видите, победа Три звездочки И мы с вами забираем ревард Это у нас кто будет? Карайка, да? Точно Карайку получили Теперь идем за Эйприл То же самое, ребята Все будем делать на автобое Потому что пока изи То есть 20 уровень для нас вообще это ни о чем Даже, я думаю, 50 уровень тоже будет ни о чем А вот когда 80, 70 Хотя здесь, по-моему, максимальный 70 будет, да? Здесь слишком мало у нас эпизодов Ну, давай-давай Кто там у нас? Ага Тля, Эйприл, Карачка В общем, ребята, ну смотрите Разбираем с полтыка Почему-то бронированных тараканов мы с вами оставили на потом А обычно они разбирают их первыми Немножко у них поменялась тактика Ладно Нам это только на руку Так, ну Эйприл мы с вами получили И Змея Карай Потом, кстати, будет морозильная кошка Ну, морозильная кошка нам не нужна А вот следующая Особенно шинигами Мне так лично очень сильно нужна ДНК на нее очень тяжело искать И именно вот в таких вот испытаниях мы можем Хотя по одной штучке это долго и муторно Но иногда попадаются они и в магазине Где ты можешь купить за монетки Точнее, даже не за монетки, а за сюрикены Так, третья волна Ну, тут вообще все везде Змея Карай 35 уровня Морозильная кошка уже упала И все Отлично Так Можно было бы, да, конечно Вот эти вот бои все вырезать Но вы просили оставить все как есть Я думал, что, знаете Вырезаем, например, самые первые И оставляем самые последние Но Вы против Так что, ребят, приходится смотреть Да, тут у нас еще Белка будет С шинигами И почему-то вот главное в конце стоит Эйприл Кунаичи Почему она такая ценная Я вот, честно говоря, не пойму Я не вижу в ней, ребята, какой-то сказать Она, во-первых, она не хилер, да Она у нас телепат Бомбит какой-то магией Это у нее массовая атака И почему ее именно ставят В самый конец Типа это имбовая ДНК Не знаю Для меня лично на этой неделе будет имбовая ДНК Это на Кренга Вот это, да, вот это я понимаю Вот это ДНК Мне очень много нужно Для того, чтобы его открыть Но когда я его открою Хотя, что изменится Когда я его открою Да, абсолютно ничего Знаете почему? Потому что, ребята, его нужно поднимать по рангу Там дадут тебе, да Третий золотой ранг Ну и что ты с ним сделаешь? В боях он выступать не будет Соответственно, нужно еще потом копить Сто Сто ДНК Для того, чтобы его прапать дальше А это очень-очень долго Грустно, конечно, это осознавать Но Никуда не денешься Так, ну что Мы дошли с вами до первого босса Который сейчас с первой плюшки Наверное, и упадет Я думаю, да? Ну давай, давай Хорош, он показывает свои танцы Поехали Ну Ааа, железноголовый Что ты делаешь? Провокацию зачем-то на себя взял Вот я о чем и говорил, ребята С одной плюшки От Леонарда Он упал Ха, ватный потому что Ну что же Ладно Мы с вами забираем ДНК И дальше продвигаемся Так, ну Морозиненная кошечка Елки-тыпалки А вот Алапекс Да, по-моему Величать эту белку Это другое дело Алапекс и шенигами Это то, что мне нужно Вот за них Побороться стоит На самом деле Так, у нас здесь 4 волны 50 уровни уже Смотрите, самое интересное, ребят Что мы Не все герои, да? С первого раза могут Подбить Противника Так, ну вот эти вот белки Мунтант Это изи Для любого, я думаю Так, ну зачем ты вот танец делаешь, а? Ну для чего, Майки? Я лично этого не понимаю Танец сейчас тут вообще не нужен Потому что они Легкотня Ничего с нами не сделают Так Давай Что ты вот любишь Свой суперудар применять Он у него какой-то ватный На самом деле И причем мне не нравится Что он одиночный Если бы у него был массовый бы Тогда да Даже пускай слабенький Но массовый Мы бы ему потом прокачали Но вот Именно вот эта вертушка с ноги Ну как-то вот Не нравится мне Так, последняя, 4 волна У нас здесь Алапекс Морзильная кошка Так, Карайка И шенигами Стоит Ну-ка Нет, не подбили Хотя все, все сделали Так, ну что ж Шенигами и Алапекс Я думаю, для нас это не проблема Да ладно тебе Успокойся, пожалуйста Успокойся Ничего ты сделать здесь не сможешь 55-й к тому же уровень Ёлки-то палки Вата-ватый На-ка Так, почему-то Майки в последнее время Не любит делать у нас Двойную атаку Ой, Зэк, зачем? Можно было и без этого обойтись Не любит он делать Двойную атаку Хотя у него там Шанс, по-моему 30%, да? Повесить на себе Он не применяет это Очень-очень редко Ну что, лисичка Почему я называл ее тогда белкой? Лисичка, ребята, у нас в кармане И мы переходим уже на эпизод 6 Где у нас будет разыгрываться шенигами Причем Они все в платине 65-й уровень, все в платине Я думаю, что все равно мы их разберем Поехали Так, 5 волн Это у нас первое С вертушки просто накатил Так, минус киборг Минус второй Точнее, третий даже Так, ну здесь у нас, ребята, дроны Тоже все вата Никаких препятствий, я думаю, здесь не будет Что он там делает? Оскорбление Он повесил оскорбление То есть провокацию на себя Ну, молодец Олух Нашел, что делать Я думал, там, мало ли, по мне бомбанет Но нет, не стал он того делать Так, отлично Разбомбили Так, здесь у нас Острелозады Которые тоже, я считаю, ребята Они очень-очень ватные Не знаю, какой от них вообще здесь толк Ну, разобрали И последнего Шикарно Мы переходим с вами на Четвертую волну И здесь уже Да, здесь уже будут герои Давай посмотрим Так, минус караечка Бьем по шенегаме Ну, пол хп практически отобрали Зачем ты берешь провокацию? Я не понимаю, а Железноголовый Вот любит он это дело Делать почему-то Так Лисичка Лапекс побежала Тунс Вау Это вот у нее такая, ребята Я так понимаю, массовая атака Я хочу Вот Вот Какие-то электрические разряды Подожди-ка Почему это у меня у Майки так Мало здоровья? С какого вдруг перепуга-то Правильно Молодец Я же думал, он этого не сделает никогда Успел захилять Умница Так, ну что Железноголовый Смотрите, ребята Очень достойно стоит Его даже не пробить Практически Так, минус Лапекс И у нас здесь морозильная кошка Которая сейчас Давыд Ну, зачем ты? Ёлки-палки Ну Хотя это еще, ребята Не последняя волна, да? Это предпоследие Последнее сейчас будет А, тут у нас босс Дай-ка я с ним разберусь лично Ну вот охота мне его Помучить Побомбить, так скажем Значит, ну, наверное Я с удара Леонарда, да? С хорошенького Ну, посмотрим, кто А Ну, тогда провокацию, конечно Возьмем свою провокацию И Да ладно Бумс Так, бомбанем Железноголовый Практически ползаруя отнял Так, теперь Зэк Который у нас в платине Оу-хо-хо-хо Да ладно тебе Сейчас же Кабсдарики Да, ребята Рафаэль Контратакой Добил этого босса Ничтожного И мы с вами Продвигаемся На последний эпизод Да-да Именно туда Так, с Шинегами Нам достается И Идем за Эйприл Кунаичи Ну, я, честно говорю Не уверен, что здесь у нас Все останутся живы Хотя Давайте сами будем играть Без всяких Как говорится, автобоев Начнем Вот, молодец Майки Двойную атаку сделал Так, давай-ка мы, наверное, вот этого вот Попробуем пробить Ну да Серьезный противник Лучше бы они бомбили по Рафаэлю А знаете почему? Потому что у него есть контратака То есть это еще один Дополнительный ход Для нас, да? Который, причем Не требует никакой энергии Ничего Так, ну что, давай Все, здесь пробили Сколько волн? Ага, пять волн Мы с вами на вторую перешли Ну, вот с этими неохота Мне, конечно, возюкаться Но придется Сейчас попробуем По-быренькому их уложить Давай вот так вот сделаем Опа Так, и можно добить Да, именно бомбочкой Шикарно Третья волна Учителя Целая армия Давай тогда так сделаем Подкосим, интересно Ну, двоих снесли Минус три Минус четыре И последнюю Да хорош ты Выеживаешься там Не еще Так, четвертая волна И кто у нас тут? Шинегами Карайка Эйприл Морозильная кошка Короче, понятно Никаких ботов Никаких дронов, да? Да, и начну я, пожалуй Солопекса Давай попробуем пробить С удара Просто накатил Слушай, давай-ка мы, наверное, с вами Сделаем уклонение На всякий случай Мало ли там что пойдет Неправильно у нас Теперь, наверное, я думаю Надо шинегами уничтожить Ага Не так все просто, да? Провокации пока А, нет На железноголовом Тогда давай вот так вот сделаем Ну Бамс Постепенный урон не повесили К сожалению, ладно Добили Шинегами валяется Так, теперь Что Эйприл Что Морозильная кошка Ребята, это у нас хилеры Поэтому Давай кого-нибудь заблокируем Хей Все, Морозильная кошка Пока не сможет применять Свои способности А она вообще не сможет Потому что мы ее подбили Так Давай-ка, наверное, вот так сделаем Попробуем Ух ты Пол здоровья отнял сразу Че у меня там зэк Бедный Горячится А на нем постепенный урон висит Вот что Да Молодец Эйприл Ты отхилялась Умница Спасибо тебе за такой подарок Для меня А мы добиваем, наверное, с вами Все-таки Караечку Ой Железноголовый Как это ты так Ага У тебя пониженная атака Все, я понял Я понял Почему ты промазал Да иди ты со своим копьишком Опять постепенный урон Повесили на зэка Да что ж ты будешь делать, ребят Ну что же он такой, а? Давай, Рафик На всякий случай И добиваем И добиваем, наверное, мы с вами Попасть по ней еще надо У нее, ребят, смотрите Уклонение висит Атак пробьем Нормуль Так, что ты там делаешь Телепатию свою Заблокировала, да? Ну мне, в принципе, это и не важно Потому что это последний удар от Лео Ну что, босик Я не знаю, ребят Получится у нас его одолеть или нет У нас на Рафаэле висит сейчас провокация Да, в данный момент Хилка у нас есть у Майки, да? Мы можем с вами Давай-ка мы, наверное, лучше сделаем уклонение На всякий-всякий, ребят, случай Так, бросаем бомбочку Замедлили Так, пробиваем потихоньку Пытаемся Можно сделать поджог Можно бомбануть Давай бомбанем лучше Ой, надо было, наверное, поджог Так, теперь захиляюсь На всякий случай Потому что зэк мне совсем не нравится Так Заблокируем, интересно? Нет Не получилось заблокировать ему спец Возможности Опа Не зря я все-таки успел, ребята Зэка захилять Потому что у него здоровья, как видите Вообще мало стало Ну и добивочный Все На изи Все-таки, ребята Мы девчью силу проходим с вами на изи Причем на три звезды Все эпизоды То есть мы забираем с вами ДНК на Кунаичи Ну давай, давай, давай Да Мне нравится Мне нравится, как у нас все это идет Ребят, классическую боню Я думаю, мы, наверное, с вами пройдем в следующей серии Так, у нас Когда открывается с вами Эксперт? Через три дня Да Опять я буду, как всегда, работать Как всегда у меня ничего не получится, да? Ладно Самое главное, что мы с вами в данный момент находимся На турнирной арене 61-го ранга В Лиге Сегунов То есть нам Наверное Вечером Вечером, не знаю, ребят Вечером я пойду гулять Я бы мог бы, конечно, наверное Подняться В Мастера При откате Если меня, конечно, не сбросят Слишком низко Потом В ближайшее время Нам нужно с вами Заработать Приличное количество монет Точнее 46 монеточек Да, для того, чтобы Еще приобрести Три ДНК на Армагона Ну и вот здесь тоже Проблема с этими жетонами Нам нужно 830 А у нас 700 То есть 130 Жетонов еще нужно Для того, чтобы Найти Три ДНК На кроликов На самом деле Это у нас Маузеры В виде кроликов И это, получается, у нас Будет 60 62, да? И потом еще 8 Да, еще придется, ребят, попыхтеть Вот эти вот жетоны Довольно медленно копятся Ну что, а на этом Будем, наверное, с вами Закругляться Всем большое спасибо За просмотр И до новых Следующих видосиков Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok